Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. В Анапе прошел громкий рок-фестиваль Кубана. В станицу Благовещенскую приехал губернатор Кубани Александр Ткачев и мэр Анапы Сергей Сергеев. В новый учебный год с мультяшками в школе номер один художественно расписали стены. Анапа и анапчане – взгляд со стороны. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Завершилось, пожалуй, самое масштабное и многолюдное событие в истории станицы Благовещенской. Пятый рок-фестиваль Кубана собрал более 30 тысяч зрителей. В гостях побывали мировые звезды рок- и панк-направлений и высокопоставленные гости. Губернатор Кубани Александр Ткачев и мэр Анапы Сергей Сергеев оценили уровень организации фестиваля. Пятая Кубана бьет рекорды. Юбилейный рок-фестиваль собрал по предварительным подсчетам около 150 тысяч зрителей. Участники Open Era – 70 музыкальных групп и исполнителей мировой величины. Первый день фестиваля открыли авторским шоу-проектом Эмира Кустурицы. На пресс-конференции Александр Ткачев обсудил с музыкантами перспективы развития рок-направления на Кубани, возможности роста и проявления талантов. Просто нет возможности проявить себя, нет хорошего талантливого продюсера, который взял бы тебя и показал всему миру. Одни рождаются у нас фигуристами, хоккеистами, футболистами. Одно с ними ноги, другие руки, третья башка, барьер, четвертый музыкант, третий голос. Но многие просто так, жизнь он так и не знает, в чем его талант. Правильно? Это же реально. Развивать и создавать условия Александр Ткачев проанализировал организацию Кубаны. Фестиваль на хорошем, профессиональном уровне. Много участников и зрители приехали со всей страны. Такие фестивали с участием российских и кубанских рок-групп можно проводить в Краснодаре. Опыт есть и талантов много. На самом деле это прикольно. Мне очень нравится. Я вижу, что сегодняшний проект в России в хороших ресторанах, больших, вживая музыка. Это очень, на мой взгляд, это будущие 3-5 лет, которые будут существовать. Я вижу на Западе, то есть ресторан хороший, вживая музыка. И люди играют в любую джаз, там, поп. И это все совершенно стильно, значит, классно. Это, на мой взгляд, сегодня, я уверен, что вы будете востребованы. На сцене европейская музыка, за сценой, на территории фестиваля европейская эко-привычка прижилась в России, на Кубани. В этом году фестиваль проходит под девизом «Кубана будет чистой». На шестой день рок-фестиваля действительно чисто. Ни одной бутылки или банки работают 45 молодых людей эко-лагеря. Продаются напитки, дополнительно заложено 10 рублей. Люди приносят тару, получают 10 рублей назад. Они сами делают так, чтобы чисто было. Обалденно, что есть экономический стимул. Конечно. Атмосферу, организацию и качество фестиваля оценил губернатор Кубани Александр Скачев и мэр Анапы Сергей Сергеев. Порядок на территории, внешний и общественный, на должном уровне. Слаженно сработали все службы охраны порядка. Много хорошей качественной музыки и звука до утра Кубана, как музыкальный город в Приморской станице. Высокопоставленные гости губернатор Кубани Александр Скачев и мэр Анапы Сергей Сергеев посетили Малекон и Либру. Малекон – культурно-развлекательный торговый центр Либра, сердце фестиваля, самая большая сцена Кубаны. Для кого-то пропуск в большой профессиональный мир музыки. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа-регион. Работать ночью и рано утром. На очередном краевом селекторном совещании руководители краевых служб подали практические рекомендации по работе с мигрантами и отметили высочайший уровень организации в Анапе. Подробности в сюжете Натальи Пухальской. Кирпичные заводы, строительные площадки, сельхозпредприятия и гостиницы – объекты особого внимания. Специалисты миграционных служб Кубани, полиция, казаки по распоряжению губернатора Александра Ткачева должны выходить в рейды и профилактические проверки. Должны, но не везде соблюдают это правило. Ухудшились результаты работы, на наш взгляд, сотрудников полиции. По информации Главного управления ВД России по Красному краю, сотрудниками органов внутренних дел в период с 24 июля по 4 августа выявили 445 правонарушений в сфере миграции, что практически соответствует показателям за предыдущую неделю. И это несмотря на то, что в течение прошлой недели в крае проводилась операция «Заслон», в которой, судя по сведениям Главного управления ВД по краю, приняли участие 17 367 человек, в числе которых более 13 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Серьезное замечание по проверкам в Денском и Красноармейском районах. Первый заместитель министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Николай Малюк предложил вести новую практику – проверять иностранных граждан и тех, кто их проверяет. На этой неделе 95 незаконных мигрантов в Денском районе снова, 60 незаконных мигрантов в Красноармейском районе. Главы этих районов или кто представляет, почему такое происходит? Что вам мешает, коллеги, глава Денского и Красноармейского района? Почему такая бездеятельность? Я вам приведу пример, что в Северском районе за полтора месяца, по-моему, 464 человека выговорено за пределы матушки России. И там нашли путь, там нашли решение, потому что хотят работать. А почему вас не хотят? Проблема Денского района – власти не могут найти общий язык с незаконными мигрантами. Приходится вызывать переводчиков. Специалисты в китайском языке на вес золота в крае. В Красноармейском районе страдают из-за Краснодара. Иностранцы регистрируются в Южной столице, а на работу едут в район. В Абинске не привлекают казаков. И напрасно опыт работы анапчан доказывает взаимодействие всех служб и организаций эффективно. Вы помните, на Совете безопасности поднимался вопрос, что у нас огромное количество людей, мигрантов, мы пока говорим незаконных или законных, находятся в Анапе и в Геленджике. Так Игорь Андреевич нам говорил. Но пока с Геленджика мы так и не поймем. Там все есть и хорошо, мы рады только. Если там все-таки есть нарушения, тем более, что очень многие строительные объекты сейчас остановлены строительством, то чем занимаются эти мигранты? Вот по Анапе у нас постоянно идет информация. Притом информация сумасшедшая. Там организована работа на высочайшем уровне сейчас. Вот по Геленджику мы ничего не имеем. В Анапе за неделю организовали 4 проверки и 2 рейда. Проверили 166 иностранных граждан. Составили 41 протокол. Выдворили из страны двоих граждан Узбекистана. Ежедневно проводят мониторинг в городе, сельских округах и на Пионерском проспекте. Работают с хозяевами квартир и гостиниц. Сдавать в аренду жилье иностранца можно только на законных основаниях и при оформлении регистрации. И еще одно условие эффективной работы анапчан – эффективность общественности. Напомним, телефон горячей линии по вопросам незаконной миграции – 3-07-21 и в ночное время – 0-2. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа-регион. Продолжаем выпуск. Летняя школьная практика бывает разной. В школе номер один – творческая. Ребята совместили навыки хозяйственных работ с художественным подходом к делу. Разрисовали стены «Альма-Матер» и в новый учебный год пойдут в компании с любимыми мультяшными героями. Более подробно о настенной живописи в современном стиле расскажет Лариса Басова. На территории первой школы, напоминающей дендропарк с уютными аллейками, скамеечками и даже водопадом, располагается целый комплекс зданий. Помещение гигиены стоит отдельно от основного, и дирекция решила сделать его приметным, чтобы первоклассникам и гостям было понятно, куда нужно идти, и чтобы выглядело оно ярким и привлекательным. Ученики-практиканты, которые одновременно являются выпускницами школы искусств номер 2, приступили к работе. Выбрали мультфильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». И вот результат. На стене при помощи аэрозольных автомобильных красок, неподвластных погодным условиям и времени, расцвела поляна в окружении русских березок. Вырос сказочный древнерусский город. Комнату девочек обозначит персонаж мультика «Забава», а мальчиков, естественно, Елисей. Наносятся последние штрихи. Сами художницы довольны. Конечно, мы рады, что у нас так получилось. Дети придут 1 сентября и увидят, тоже порадуются вместе с нами. Было сложно приспособиться рисовать баллончиками, потому что для нас это впервые. А так вы довольны плодами своего труда? Ну да. Мне кажется, что все получилось и удалось. Юные художницы, выпускницы из класса Татьяны Саврик, Маша Саврик и Ангелина Калинина мечтают стать дизайнерами, а Богданова Аня – ученым. Это занятие для общего развития. Сюрприз оценят педагоги и школьники 1 сентября. Лариса Басова, Алексей Мухортов, Анапа-регион. И в продолжение художественной темы «Анапа и анапчане» у «Русских ворот» проходит тематическая фото-выставка. На фото знаменитые анапчане и красивые места города-курорта. Как видят себя местные жители? Ответ на фото. Как выглядят анапчане, по мнению гостей курорта, расскажет наш корреспондент. Автор выставки Евгений Юрьевич Волошин в свое время работал секретарем анапского горкома КПСС и председателем горосполкома. Город знает с его проблемами и достижениями, красивыми уголками. Помнит, как курорт преображался на рубеже веков. На аллее расположены 8 стендов, скомпонованных по темам. Город воинской славы, природные богатства, сельское хозяйство, спорт и, конечно, история от древней горгипии. Пользу выставки оценили гости курорта. По сути, это емкая по информации экскурсия. Нам понравилось, что мы могли посмотреть вот эту набережную, как там что было раньше, потому что мы сюда уже много лет ездили. Набережная, город улучшается, чище, красивее становится. Анапчанин Василий Иванович Храбров жил когда-то на этом самом месте, где расположена фотовыставка. И, конечно, с интересом изучил ее. Он был в числе первых строителей морпорта, восстанавливал город после Великой Отечественной войны, ценит и знает историю Анапы. У нас сейчас Анапская. А как она называлась? До сих пор еще называется Николаевский привоз. И улица Шевченко тоже называлась Николаевская. Улицы у нас Астраханская, Владимирская, Терцкая. Вот Протапова, даже Рав Будович освобожали. А это названо через русский полков, который освобождал Анапу от Турок. Эта выставка открылась при поддержке администрации города-курорта. Свои работы предоставили известные мастера фотодела супруги Улько, Светлана Ковальчук, Максим Забугровский, Галина Алтухова и другие. Золотое правило любой выставки – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тем более, когда выставляются фотографии. Лариса Басова, Алексей Мухортов, Анапа-Регион. 8 августа в 10 часов у мемориального памятника на бульваре Евскина пройдет памятная акция, посвященная 17-й годовщине со дня гибели майора ФСБ, героя Российской Федерации Вячеслава Евскина. Майор Евскин проявил мужество и героизм в трехдневном непрерывном бою в Грозном. И 8 августа 1996 года при попытке прорыва из окруженного здания был тяжело ранен. Отказался от эвакуации и остался прикрывать отход товарищей. Вел огонь под удаевцем до последнего патрона, а затем взорвал гранаты окруживших его боевиков. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации майору Вячеславу Михайловичу Евскину присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. У анапчан сложилась традиция в годовщину гибели Вячеслава Евскина проводить памятную акции у мемориала в сквере, названном в честь Героя России. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров, салона магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и торговый центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. Фальт! А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон «Магазин Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В четверг 8 августа в Анапе Малооблачно утром возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25, 27 ночью, 23 градуса тепла. Ветер северный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 24. Далее блок полезной информации от партнеров программы производства нового предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Луна Парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Стань Forward. Стань limitation. Стань decade – это третья – ключи. Стань. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стань. Продолжение следует...